Привет всем! Это Оскелли, меня зовут Юлия, и сегодня на нашем разборе одна из самых желанных сумок 21-го года, которая имеет очень красивую историю. Это сумка Джеки Бэк от Гуччи. Впервые модель появилась в ассортименте бренда в конце 50-х годов 20-го века, но называлась тогда Констанс. Позже ее переименовали в The Jackie в честь первой леди США, Жаклин Кеннеди. Говорят, что однажды она зашла в бутик и приобрела сразу 6 сумок этой модели. С тех пор Жаклин и Констанс стали неразлучны. Жену президента регулярно видели на публике с этим аксессуаром, а Гуччи пришли к мысли о том, чтобы увековечить эту дружбу в названии. Кстати, кем была эта таинственная Констанс, до сих пор никому неизвестно. Джеки можно смело назвать одной из самых культовых сумок за всю историю модного дома, а как и положено культовым моделям, сумка регулярно переиздается. В 1999 году свою версию представил Том Форд, а затем через 10 лет и Фрида Джанинни. Действующий же креативный директор Гуччи Александра Микеле показал перерождение легендарной сумки еще в 2019 году. Настоящий камбэк случился в феврале прошлого года, когда во время показа осенне-зимней коллекции он представил целую линейку сумок. Обновленная модель получила название Джеки 1961, где цифра отсылает году, когда Кеннеди стала первой леди США. Сумка выпускается в нескольких размерах и расцветках, и сегодня вашему вниманию хочу представить ретро-версию с классическим узором монограммы Джи-Джи и красно-зеленой полосой Веб. И начну я, пожалуй, наш выпуск именно с нее. Оригинальная полоса по ощущениям выполнена из нечесанной шерсти, и если мы проведем по ней рукой, то почувствуем характерное покалывание. В подделке же такого нет, и здесь полоса идеально гладкая. Еще посмотрите, как эти полосы отличаются по цвету между собой. Оригинал у нас имеет насыщенный зеленый цвет, а цвет подделки уходит в синеву. Рассмотрим хлястики, которые пришиты к красной-зеленой ленте и держат центральный замок. В подделке они выпуклые и объемные, а в оригинале плоские. Сам же замок, как и вся фурнитура, в оригинале имеет мягкий золотой цвет, не такой ярко-желтый, как мы видим в подделке. И, конечно, сразу бросается в глаза принцип нанесения логотипа на металлическую основу замка. В подделке он слишком обтекаемый, а в оригинале штамповка достаточно глубокая и четкая. Интересно, что несмотря на то, что в оригинале канва немного толще, чем в подделке, при этом она более мягкая и пластичная. Кстати, постоянные зрители о скеле помнят из наших сторис, насколько неустойчива подделка, и дело в ее округлом дне. В оригинале же дно плоское, поэтому сумочка может устойчиво стоять на столе без дополнительных утяжелителей. Перейдем к строчкам, которыми прошита сумка. И здесь, как обычно, в оригинале используются более плотные и качественные нити и прослеживается шов елочкой. В подделке же этот шов прямой, и при пошиве сумки определенно использовались тонкие нити. Еще хочу показать отличие в закреплении шва, соединяющего две части ручки. Кстати, на удивление, в подделке он пришит плотнее, чем в оригинале. Заглянем внутрь сумки, и здесь у нас одно отделение и кармашек на молнии. Хочу отметить, что Гуччи использует свои брендированные молнии. Также мы видим кожаную бирку с оказанием модного дома и страны изготовления. В подделке эта надпись выбыта глубже и толще, сами буквы значительно крупнее, а буква G наоборот менее округлая, чем должна быть. На обратной стороне бирочки мы видим серийный код с указанием модели сумки. И очевидно, что цифры в подделке больше, чем у оригинала. Также хочу отметить отличие на черной тканевой бирке. По нашей практике штамп в подделке всегда пропечатан намного ярче, чем в оригинале, так что имейте это в виду. На этом наш выпуск подошел к концу, и если вы хотите узнать, как звездные гости справились с этой экспертизой, скорее переходите на YouTube-канал World Fashion. А я с вами прощаюсь, всем пока и до новых встреч!